С 1 января 2021 года из налогового кодекса страны исчезнет один из старейших налогов России. Единый налог на вмененный доход. Этот налог был чрезвычайно популярен у представителей малого и микробизнеса. Решение о его отмене огласил премьер-министр правительства страны Михаил Мишустин. Ну все, поиграл себе в предпринимателя и хватит. Походу пора свой бизнес закрывать. Зачем же так категорично? Работать на ЕНВД было, конечно, удобно и просто. Но есть и другие варианты. Та же упрощенка, например, или патентная система, если вы индивидуальный предприниматель. В некоторых случаях патент обходится даже дешевле, чем ЕНВД. Ага, патентная. Патент он только на определенные виды деятельности. Если делаешь что-то, что под патент не подпадает, то остается вон только упрощенка. Во-первых, ЕНВД тоже имел свои ограничения. Во-вторых, не нужно бояться упрощенной системы налогообложения. Она довольно проста и понятна. Ну а в-третьих, никто не мешает вам совмещать сразу две системы. Часть видов деятельности вы можете вести по патенту, а остальные на УСН. Ты сам-то понимаешь, что говоришь. Две системы налогообложения. Значит, по две кассы в каждой торговой точке надо ставить. Чеки бить по отдельности. Ты думай, прежде чем советуешь. Две кассы покупать совсем не обязательно. Современные программные решения, та же 1С касса, например, сами определяют, что в чеке есть товары или услуги, подпадающие под разные системы налогообложения. Программа сама автоматически распределит их на два отдельных чека и распечатает их на одном кассовом аппарате. Один чек на УСН, другой на патент. И никаких хлопот, разве что расход чековой ленты немного увеличится. Ага. Получается, нужно купить новую онлайн-кассу с фискальным накопителем, зарегистрировать ее в налоговой на УСН и патент, и все? Даже еще проще. Покупать новую кассу и обращаться в налоговую не нужно. Достаточно в настройках вашей старой онлайн-кассы прошить нужные системы налогообложения. Это делается через программное обеспечение или драйвер, который производитель поставляет вместе с кассовым аппаратом. Информация автоматически отправляется в налоговую и бегать никуда не придется. То есть старую кассу можно оставить просто перевести ее с ЕНВД на УСН и ПСН? Да, можно оставить, если она позволяет указывать наименование товаров в чеке. А вот если это совсем древняя автономная касса с кнопочками, вот тогда вам действительно придется ее выбросить и купить что-то посовременнее. Впрочем, давно уже было пора. Чего выбросить? Да это нормальная касса. Простая, как ботинок. Безотказная, как автомат Калашникова. Она у меня уже третий год работает. Я только недавно на ней научился чеки коррекции пробивать. Вот именно потому, что она простая, как ботинок, вам и придется с ней расстаться. Дело в том, что давным-давно уже существует требование, что в чеке должны указываться наименование всех товаров и услуг, а не просто чек на какую-то сумму. Просто индивидуальным предпринимателям на льготных системах налогообложения, если они не торгуют под акцизными товарами, была предоставлена отсрочка по исполнению этого требования до 1 февраля 2021 года. Но в феврале отсрочка закончится, и всем льготникам придется озаботиться покупкой новой современной кассы. И, скорее всего, сканера штрих-кодов. А что, с этими наименованиями товаров без новой кассы и сканера никак нельзя? Если у вас всего десяток-полтора наименований товаров или услуг, и они не подпадают под требования обязательной маркировки, то еще можно кое-как приспособиться, забив эту номенклатуру в саму кассу и выбирая конкретные позиции кнопками, либо на сенсорном экране. Но все-таки лучше подключить нормальную товароучетную систему и управлять всей своей товарной номенклатурой там. И тут, как нельзя лучше, вам подойдет наше решение 1С-касса. Дешево, удобно и при совместном использовании УСН и патента не возникнет проблем. Ну что же, на сегодня все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш YouTube-канал Справочное бюро предпринимателя. И увидимся.